Так, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем мы бизнес-класс, бизнес-канал. Теперь в эфире Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. И тему, которую мы сегодня обсуждаем, звучит она так. Рынок аутсорсинга в России. Я думаю, тема важная, тема актуальная для многих наших слушателей. Наверняка обращаются они, да, за подобными услугами, компаниями. Поэтому, думаю, что будет любопытно. Значит, представляю гостя. Сегодня в студии бизнес-класса Михаил Сафронов, генеральный директор агентства недвижимости Офисы. Михаил, день добрый. Здравствуйте. Значит, уважаемые слушатели, для вас на всякий случай я напомню. Телефон студии 6510-996, код города 495, сайт компании финам.фм. Соответственно, вы можете что сделать? Позвонить, либо написать нам на сайте, задать свои вопросы Михаилу. Или прокомментировать собственные мысли какие-то по этому поводу. Вот, собственно, и все, да? Все приготовления я имею в виду. Значит, давайте начнем разговор. Рынок аутсорсинга в России. Напомню еще раз такая тема. Миш, ну, если можно, что называется, от печки начнем. Как можно вообще сформулировать услуги аутсорсинга компании? Чем она занимается? Ну, аутсорсинговая компания – это та компания, которая принимает на себя часть функций другой компании. Что же такое аутсорсинг? Да, это когда в любой компании есть ядро бизнеса, то благодаря чему зарабатываются деньги основные бизнес-процессы, есть бизнес-процессы вспомогательные. И вот тогда, когда бизнес-процессы, которые вспомогательные для компании, переносятся на сторону, то есть их выполняют не сотрудники компании, которые находятся в штате, это, собственно, и называется аутсорсинг. То, когда компания может сосредоточиться на своих ключевых компетенциях, к примеру, если это производство товара, то это контроль за качеством товара, либо сама производственная линия. Если это услуги, то это производство услуг. И когда компания сосредотачивается на своих ключевых компетенциях, то, естественно, повышается производительность труда, повышается эффективность компании, снижается себестоимость, ну и много других плюсов аутсорсинга, о которых, я предполагаю, мы поговорим сегодня. Конечно, обязательно. Я сразу подумал о том, что одна компания содержит дополнительного сотрудника, который вот эти второстепенные задачи решает, да, а вторая этого сотрудника, ну, как минимум, там, заработную плату, да, расходы на заработную плату. Да, плюсов очень много, конечно. Это не только и расходы на заработную плату, это вопрос администрирования, да, то есть не нужно следить за сотрудниками, которые ходят на работу или не ходят на работу, нужно вот заниматься контролем персонала. Когда отношение работодатель и работник, то это не всегда настолько эффективно, насколько отношение клиент и заказчик и исполнитель. То есть вот последняя цепочка, она более эффективна, конечно, да? Заказчик-исполнитель, да? Да, заказчик всегда, исполнитель всегда относится к своему заказчику, который платит ему деньги. Хотя формально работодатель и сотрудник тоже работодатель, в какой степени заказчик, потому что он платит деньги и контролирует работу. Это формально, да, но на практике всегда, когда платят деньги в компанию за услугу, то услуга оказывается лучше, и в компании есть человек, который контролирует качество этой услуги, ему важно, чтобы услуга была оказана хорошо, да, потому что потерять клиента значительно проще, чем быть уволенным с работы в рынке. Да, согласен, согласен. Ну, здесь еще, может быть, какие-то психологические, да, еще моменты стоит упомянуть, вот эти взаимоотношения. Ну, ладно, об этом мы потом поговорим. Действительно, плюсов очень много. Минусы есть вот так вот сходу, что называется? Минусы, основные, знаете, какие-то? Это минусы, скорее всего, потери конфиденциальности, да, вот тех процессов, которые есть в компании. То есть ты приглашаешь со стороны людей, да, и в рынок? Да, и ты должен их погружать в свои процессы, и в любом случае есть информация, есть раскрытие этой информации, и многие компании, это как один из вопросов, да, почему не переходят на аутсорсинг. По этой причине? Да, одна из причин, бояться потерять контроль над процессами и бояться потерять информацию, либо что будет учащика информации. Некую стратегическую, да, ну и можно, наверное, предположить, что как раз это будет касаться компаний, которые действительно, да, вот, есть над чем дрожать, что называется. Ну, собственники всегда думают, что в компании есть процессы, над которыми нужно дрожать, хотя, на самом деле, если свежий взгляд со стороны взять, не всегда это так. Порой это и не так, да, да, да. Да, не всегда это так. Я понял, хорошо. Значит, ну, вот в деталях мы об этом чуть позже. Сейчас, если можно, давай поговорим о том, что есть рынок аутсорсинга в России. Ну, во-первых, есть ли он, да, как он выглядит, насколько он насыщен, насколько он перспективен, и, наверное, стоит в этой связи еще посмотреть за пределы Российской Федерации, в какой степени сравнить, может быть. Потому что, я так понимаю, само понятие аутсорсинга, ну и непосредственно бизнес-процессы, они все-таки из-за рубежа к нам пришли, да? Да. Какое-то время назад. Ну, сама по себе культура ведения бизнеса за рубежом, она имеет более глубокую историю, и она значительно выше, чем у нас. Если говорить о рынке, то имеет смысл поделить на сектора, и поделить на сектора по сферам, по тем сферам, в которых чаще всего используется аутсорсинг. Ну, самая такая известная сфера, это, естественно, сфера IT-услуг. Ни для кого не секрет, что большинство компаний не держит штатных специалистов по IT, а заказывают эти услуги на стороне. Вторая популярность услуга — это финансовая часть, допустим, бухгалтерия или расчет заработной платы сотрудников. Вот эти вот вопросы, когда относятся на сторону. Хотя вот здесь самый тонкий, мне кажется, момент, да, приглашая со стороны специалиста, которые в тебе в финансовые потоки будут погружаться, вот здесь об этом надо много подумать, наверное. Ну, вот почему-то об этом думают меньше всего, больше всего думают о том, чтобы, когда приглашают специалистов по IT, там, допустим, не было утечек информации, логистика, курьерские службы, транспортные компании, допустим, если компании-производители, то, как правило, они не всегда имеют собственную логистическую сеть, потому что они сосредотачиваются на производстве, но не на доставке товара. И доставка товара — это уже функция, которая сопровождает бизнес. Охранные услуги, клининговые услуги, которые касаются недвижимости, очень часто выносят на аутсорсинг колл-центры. Да, это отдельная тема, есть плюсы, есть минусы. По цене значительно дешевле, но у нас очень мало провайдеров качественных услуг. Это, кстати, совсем недавно, да, насколько я понимаю, такая мода появилась, чтобы колл-центры... Я думаю, что, наверное, лет пять. Он может быть даже в соседнем городе или в соседнем государстве располагаться, да? Да, очень часто они располагаются и в соседних городах, и в соседних государствах. И, кстати говоря, очень большое количество провайдеров по финансам и по бухгалтерии имеют свое расположение тоже не в стране, где эти услуги заказываются. В Азии очень много, допустим. Юридические услуги, кадровые услуги, если они включены в процесс, вот в чем отличие аутсорсинга от оказания услуг. Можно обратиться в юридическую компанию за юридическую услугу и получить юридическую услугу, либо же это может быть юридический аутсорсер. И это большая разница. Когда услуга оказывается эпизодически и она имеет четкое начало и четкий конец, то это называется услугой. Если это часть большого процесса, который встраивается в этот большой процесс, то в этом случае это принято считать аутсорсингом. То есть, когда не оказывается услуга, а когда происходит внедрение маленького процесса, который оказывается сторонними сотрудниками, сотрудниками сторонней компании в большой процесс. Вот в этом основная разница для того, чтобы понять аутсорсинг, это либо же не аутсорсинг. То есть, можно еще сказать о неком, я не знаю, времени исполнении, да, то есть, условно говоря, нам нужно конкретную задачу решить, я нанял юриста, это будет разовое исполнение услуг, а с аутсорсингом мы подписали договор, условно говоря, на 5 лет. Ну, к примеру, да, смотрите, если в компании есть процесс, когда нужно согласовывать определенное количество договоров в месяц, и эта процедура постоянная, подключается к этому юридическая компания, то в этом случае это можно считать аутсорсингом. Аутсорсингом, если сотрудник компании обращается по заданию, к примеру, какого-то отдела, или какого-то отдел компании обращается за единоразовой услугой в юридическую компанию, то это все-таки больше услуга. Вот такой вот он как раз. А с точки зрения взаимоотношений финансовых я имею в виду, аутсорсинг, он, как правило, дешевле все-таки, ну и на круг, что называется, чем обращение за разовыми услугами? Аутсорсинг дешевле, да, и аутсорсинг дешевле в том случае, если переводить все неосновные процессы в аутсорсинг. Здесь очень такой интересный момент, как компания переходит из практики из разовых услуг, либо же из сотрудников, которые работают в компании, в аутсорсинг. Сначала компания как-то развивается, она считает, что дешевле нанять своего сотрудника, который будет в компании заниматься этими процессами, нанимает. И пошло-поехало, как говорится, не вышел на работу, не сделал это. То есть это вопрос администрирования, то время, которое руководство тратит, вместо того, чтобы сосредоточиться на основных компетенциях в своем бизнесе, тратит на администрирование бухгалтера, например, на администрирование курьера. Соответственно... Давай, Миш, прервемся, сейчас новости на Финам.ФМ послушаем и потом продолжим. Ну что, 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 да, да, продолжаем. Давайте. Итак, продолжаем бизнес-класс. Собственно, обсуждаем сегодня рынок аутсорсинга в России. И у меня в гостях Михаил Сафронов, генеральный директор агентства недвижимости в офисе. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Можете присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы Михаилу. Итак, Миш, продолжим разговор. Значит, выделили мы, собственно, основные направления, которые принято в аутсорсинге отдавать. Мне показалось забавным, а может аутсорсинговая компания в свою очередь привлечь со стороны аутсорсинга? Ну, безусловно, может. Конечно, может. Потому что если аутсорсинговая компания оказывает бухгалтерские услуги, к примеру, то в любом случае там есть курьерская служба. И выгоднее, если это будет аутсорсинговая компания. Она занимает офис, там есть клининговая компания. Много других вариантов, то есть все влияет на все и все связано со всем. Поэтому да. И еще хотела бы один плюс добавить, он этого не упомянул. Если компания нанимает, например, одного сотрудника, ну, допустим, чтобы вести бухгалтерию, это маленькая компания, да, еще есть необходимость оборудования рабочего места этого сотрудника и плюс к тому покупка софта для него. И если, например, какой-то бухгалтерский аутсорсинг, например, моя компания его использует, уже имеет инсталированные необходимые гаранты, консультанты и прочее, прочее, то для одного сотрудника нанимать его самого, да, сажать его на рабочее место, иметь с ним все вот эти кадровые проблемы, проблемы его контроля. Еще плюс к этому надо отметить вот эти моменты покупки софта. Да, то есть процесс усложняется гораздо, да? Да. Оля, Оля, скажите... Мы счастливы и рады, что пользуемся этими аутсорсингами услугами. Ну вот я хотел уточнить, да, у вас, собственно, бизнес, насколько я понимаю, да, и вы в материале. У меня небольшая компания, да, мы, кстати, оказываем услуги, вот. И, кстати, вот тоже насчет услуг могу добавить, что их, наверное, плюс относительно аутсорсинга все-таки заключается в том, что клиенту проще контролировать их качество. То есть для нас эта наша аутсорсинговая бухгалтерия, она немножко вещь в себе. И реально понять ее качество мы можем только, когда случится какая-то проверка или случится какой-то отдельный вот случай. Не дай бог. А с услугой, которая есть начало и конец, по концу ее мы можем более-менее оценить, насколько она хороша была, хорошо была предоставлена. Это уже к вопросу о минусах аутсорсинга, да, Оля? Ну, наверное, да, его соотношение, там, услуга аутсорсинга. То есть иногда услуга будет более качественная. Оль, спасибо огромное за участие, спасибо за звонок, успехов вам в бизнесе. До свидания. Ну, что, прокомментируем? Да, очень интересный комментарий, очень интересное замечание. Действительно, в любом бизнесе есть минимальный порог стоимости того или иного мероприятия. И действительно, если поставить определенный софт на один компьютер и на 10 компьютеров, разница небольшая, да, то, конечно, выгоднее ставить это на 10 компьютеров. И по всем экономическим законам, да, себестоимость снижается тогда, когда увеличивается объем однотипных операций. И такой вот очень интересный момент, как обычно компании приходят к аутсорсингу, да, из моего опыта, из моей практики. Когда компания начинает бизнес, она, как правило, хочет контролировать все процессы, если это небольшое предприятие. И нанимаются штатные сотрудники, которые эти процессы ведут. Дальше в какой-то момент начинаются кадровые сложности, административные сложности. Не получается контролировать все вопросы и основные. Они всегда, эти проблемы возникают? Да, да, в любой компании. Это есть проблемы растущей компании, да, всегда возникает необходимость руководителю распыляться. Он не может контролировать и качество, как сдается бухгалтерский отчет, и качество, как производится его товар, допустим, и как происходит доставка, если это все происходит в рамках одной компании и делают сотрудники одной компании. Поэтому вот обычно небольшой бизнес в этот момент думает, что хорошо бы было, ну, нанять кого-то, допустим, на часть времени, да, если видят, что нету загрузки, или он не может распределить загрузку, потому что всего один сотрудник занимается этим вопросом. Но платить фирме жалко, да, потому что вроде как обращаться в компанию – это дорого. Поэтому существует такой промежуточный этап, как фрилансеры. А дальше что получается? Дальше, обращаясь к фрилансерам, очень часто разочаровывается в самой услуге и в самой вот этой мысли об аутсорсинге, потому что делают еще хуже, чем было. И следующая мысль – уволили штатного сотрудника, взяли фрилансера. Вроде поначалу все хорошо, но потом, а я же не могу контролировать фрилансера, да. Тем более не могу, да. Да, штатный, то хотя бы здесь сидит. Да, тем более. И отношения у меня с ним вроде как клиент-заказчик, но они такие больше неформальные, да, потому что я не могу официально оплатить, я не могу выставить претензию, если что-то не устраивает по качеству. Нет регламентов работ, нет описания качества, как услуга должна оказываться, нет описания стандартов. А какой-то договор с фрилансером все равно заключается же? Ну, на практике нет. На практике это номинальный договор, потому что если подрядчик приходит для того, чтобы показать качественную услугу бизнесу, он сам составляет договор, составляет, как правило, в любой аутсорсинговой компании существует регламент качества услуг и регламент оказания услуг. Это основной документ, который смотрят клиенты при подписании договора, то есть сам по себе договор это больше формальность, а вот на этот регламент обращают внимание, естественно, обращаясь к фрилансерам, да, нет возможности составить такой документ, фрилансеров их практически нету, тем более, и очень часто разочаровываются в качестве услуг. И дальше либо компания возвращается к найму штатного сотрудника, либо действительно, если она подрастает, понимает ценности, готова на начальном этапе немножко переплатить, то она уходит в нормальную компанию, которая занимается аутсорсингом и которая все вот эти вот свои вопросы внутренние, кадровые, административные решает сама и предоставляет уже готовую услугу, либо включает эту услугу в процесс, бизнес-процесс компании, чтобы получился аутсорсинг. А почему ты говоришь, что на начальном этапе, как правило, переплачивается? По сравнению с тем, что было? Потому что если нету объема большого, то это не всегда выгодно. Выгодно, когда получается объем, и когда объем растет, тогда услуги аутсорсинга однозначно выгоднее. То есть все-таки в аутсорсинге есть вот некая точка объема, до которого заказывать их невыгодно. А ее можно каким-то образом определить? Или это для каждого бизнеса, для каждого случая? Да, для каждого бизнеса индивидуально. Вот эта промежуточная точка, она еще невыгодна идти в компанию, но уже невыгодна иметь своего специалиста. Вот она закрывается обычно фрилансом. А дальше получается, что предприниматель не получил должного качества услуг от фрилансера, и он разочаровывается в аутсорсинге в принципе. Дальше возникает проблема перехода уже к цивилизованному... В аутсорсинге или во фрилансе он разочаровывается? Зачастую эти понятия смешивает. Ну то есть это неправильно, да? Это неправильно, но он их путает, он их смешивает. То есть он думает, что в компании будет то же самое, но еще и дороже, еще придется денег платить. И вот пытается подручными способами от фриланса к штатному сотруднику, потом опять к другому фрилансу решить вот эти вот свои процессы. Это обычная болезнь роста или это просто связано опять с какими-то субъективными вещами? Потому что вот Оля нас слушает, я надеюсь, может быть у нее будет возможность еще дозвониться. Ну хотя на личном примере. Можно же в принципе, ну я не знаю, послушать на финал FM бизнес-класс, это само собой, или где-то почитать, посоветоваться со знающими людьми, которые скажут, ребят, надо просто, да, к фрилансу смысла нет обращаться. Сразу надо, даже несмотря на, на ваш взгляд, это будет на первых порах дороже, все равно на круг у вас это будет выгоднее. Ну это культура ведения бизнеса в целом, и знаете, очень часто случаи, когда обращаются, допустим, в кадровое агентство для того, чтобы соуссорсить работы по персоналу, а потом договариваются с сотрудником этого кадрового агентства, к примеру, там за половину цели делать. Чтобы он левачил, чтобы он, да? Вот это вот выкраивание, оно приводит в итоге к тому, что не получается должного качества услуг. Так, Миш, смотри, мы сейчас прерываемся, рубрика «Вне времени», слушаем рубрику, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, мы говорим сегодня на тему аутсорсинга в России. В гостях Михаил Сафронов, генеральный директор агентства недвижимости «Офисы», и я еще раз напомню для вас, уважаемые слушатели, для того, чтобы задать вопрос Михаилу или собственное мнение озвучить, я напоминаю телефон, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Собственно, можете написать нам на сайте, я озвучу это в эфире. Итак, продолжаем. Продолжаем, Миш, ну и теперь давай глобальные вещи какие-то обсудим. Рынок аутсорсинга в России есть ли таковой? Преспективы есть, не все плохо. Уже хорошо. По статистике у нас около 15-20% компаний пользуются услугами аутсорсинга. Если говорить не о том, что они заказывают услуги, а о том, что именно это профессиональные услуги сторонних компаний, которые включены в бизнес-процессы тех компаний, которые заказывают аутсорсинг. У нас около 15-20%. На Западе и в Америке около 60% компаний. Поэтому надеюсь, что в ближайшие 10 лет с повышением культуры предпринимательской, естественно, этот процент будет увеличиваться, потому что в масштабах страны это, естественно, выгодно для экономики. То есть чем меньше затраты, тем больше объем производства, тем быстрее идет развитие более быстрыми темпами. Конечно, это для экономики очень хороший показатель, если 60-70% компаний используют профессиональные услуги подрядчиков. Я понял. Ну смотри, опять причина в чем? Отсутствие вот этой самой культуры ведения бизнеса? Или мы можем опять в очередной раз... Ну я сейчас не ищу возможности оправдать как-то, да, секущую ситуацию. Но есть какие-то вещи объективные, именно потому что опыт, да, наш бизнес-процессов не так велик. Олег, ну причины две, может быть даже три. Основная, это, конечно, отсутствие бизнес-культуры как таковой, потому что бизнес в России и бизнес в США – это совершенно две разные истории. Это первое. То есть нету такого опыта и такого количества навыков, которые есть за рубежом. Очень тяжело подобрать действительно квалифицированного аутсорсинга, который включится в процесс, аутсорсер, который включится в процесс и будет неформально исполнять то, что написано в инструкции, а все-таки понимать специфику бизнеса, потому что очень важно тесное взаимодействие аутсорсера и... Миш, я предложу такое слово, которое будет сопереживать. Вообще можно найти аутсорсера, который действительно сопереживает? Причем он сопереживает не только за собственный бизнес, потому что он должен, да, соответствовать заявленной, а еще и за своего партнера сопереживать. Может такое быть? Или это на уровне мечт? Бывает, но очень редко. Очень редко. Конечно, в первую очередь думают о том, как бы побольше наценить, да, для того, чтобы заработать в моменте здесь и сейчас, но очень мало компаний, которые действительно бегут на длинную дистанцию. Да, ну это опять очередная проблема на длинную дистанцию. Все время говорим, да, о том, что не смотрим мы вдаль далеко, а смотрим под ноги себе, чтобы здесь и сейчас. Значит, смотри, у нас Оля дозвонилась еще раз, наверное, она хочет нам прокомментировать свой бизнес. И у нас есть звонок от Антона, давай мы последовательно тогда послушаем. Оля, еще раз добрый день, рад вас слышать. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что обратились к моему премьеру. Знаете, очень нравится ваша передача, полностью с вами согласна и с вами, и с вашим гостем. Мой пример, он очень такой показательный. У меня в компании всего работает три человека. И мне казалось, что мы слишком маленькие, чтобы нанимать аутсорсинг. Но на поверку получилось ровно наоборот. Например, мне бы пришлось нанять секретаря, юриста, уборщицу или там приходящую какую-то уборщицу, да, айти-специалиста, бухгалтера. И это было бы уже целая огромная площадь людей, без которых никак нельзя прожить. И чудом нам удалось найти, во-первых, такого арендодателя, который вместе с офисом предоставляет нам добрую половину этих всех услуг. И найти аутсорсинговые услуги бухгалтера. И, вы знаете, мы вот еще, такой у нас был опыт, мы создавали три раза различные сайты. И тоже пришли к тому, что работали сначала с фрилансерами, и по другим параллельно работали с компанией. И вот эта экономия, она, конечно, вышла колоссально боком. В итоге нам пришлось все полностью переделывать и полностью отдавать компаниям снова. То, что фрилансеры бросили. И мы пришли к такому выводу, что у фрилансеров очень низкая цена потерять твой заказ. И если приходит заказ более интересный, или твой заказ оказался слишком сложным, и он в итоге им не выгоден, то они находят различные скиузы, извинения, и просто прекращают работать. Потому что, ну, что они теряют? Какой шанс, что следующий заказчик встретится когда-то лично с тобой и поговорит? Понятно. Совершенно другая история у корпората, у небольшой новокомпании, которая дорожит своим добрым именем. И один раз вытащила нам очень сложный проект, вот ступившись уже зубами и себе в убыток. За что мы, конечно, остались благодарны и вернулись потом с другими проектами снова. Понятно, понятно, Оль. Спасибо огромное. Ну вот, если можно, рекомендацию нашим слушателям. Все-таки вы каким образом посоветовали не мучиться с фрилансерами сразу, когда почувствовали болезнь роста, обращаться к профессионалам уже? Да, сто процентов. И даже речь не о болезни роста, иногда это можно делать с самого начала. Обращаясь к профессионалам, на самом деле, в итоге экономишь. В итоге экономишь, да. Уже у компании давно адекватные цены, уже все переживают тяжелый кризис. И иногда более сговорчивы, чем какие-то странные сотрудники, левающие кадровые агенты, которые очень уже неприятны самим этим фактом. Да, согласен с вами. Оль, спасибо еще раз. Успехов в бизнесе вашем. Спасибо, до свидания. Антон не дождался, но я надеюсь, просто он с удовольствием слушал Ольгу и, наверное, перезвонит нам чуть позже. Вот все, собственно, подтвердилось, да, весь наш с тобой рассказ. Да, да, абсолютно. Что называется, из жизни, да, комментарий из жизни. Так, хорошо, хорошо, давай дальше. Тогда разговаривать, ну, может быть, о деталях все-таки, да, об обещанных. Мы говорили о плюсах аутсорсинга, о минусах даже аутсорсинга, начали разговор. Может быть, поподробнее об этих плюсах. Их больше все-таки, да, мне кажется, чем нет? Да, плюсов больше значительно. Пожалуй, основной плюс – это снижение себестоимости. Да, как мы уже поговорили, если правильно подобрать аутсорсера, правильно провести переговоры и найти ту компанию, которая заинтересована в клиенте и готова работать не за выгоду вот сиюминутную здесь и сейчас, а, к примеру, подписав долгий контракт на перспективу, то, конечно, это снижает себестоимость. Второй момент – это снижает головную боль руководителя предприятия. Не нужно думать, выйдет сотрудник на работу, курьер придет или не придет, бухгалтер придет или не придет, водитель выйдет или не выйдет. Не нужно переплачивать за рабочие места, да, за софт, за те же самые налоги, заработные платы. Да, снижается куча рисков по трудовым спорам, которые волей-неволей всегда возникают в коллективе, а всегда находятся недовольные сотрудники, которых что-то не устроило. И когда это отношение сотрудников-работодателей – это всегда сложное юридическое отношение, когда это отношение двух хозяйствующих субъектов, договор оказания услуг, то это значительно проще всегда выравнивается в случае каких-то конфликтов и непониманий. Извини, пожалуйста, я хотел бы уточнить, не болит голова, да, головная боль у директора, у руководителя в этом случае гораздо меньше, потому что ему не надо следить, да, ты говоришь, за своими сотрудниками. Ну, а каким образом контролируется аутсорсер-то? Он ведь тоже, в принципе, да, выполняет задачу, я должен, ну, может быть, не каждый день, но каким-то образом результат эти видеть. Как он контролируется? Контролируется выборочно по ключевым точкам, которые важны для бизнеса, потому что в любом аутсорсинге есть, ну, если заключается контракт, как правило, работы регламентные, которые проводятся с определенной периодичностью и отвечают определенному качеству услуг. Описание работ по запросам, да, к примеру, когда служба компании может обратиться к аутсорсеру с каким-то нестандартным вопросом и регламентирован в течение какого срока и за какие деньги этот вопрос должен быть решен. И вот такой вот очень важный пункт, он редко где используется, но, тем не менее, он очень интересен для бизнеса, да. Любой бизнес развивается, если он стоит на месте, да, то, значит, он шагает назад. Если он идет, значит, он стоит на месте. Для того, чтобы двигаться, нужно идти быстро. И если компания это понимает, то она старается найти тех подрядчиков, которые также двигаются вперед и также развиваются. Поэтому вот я встречал, когда в контрактах на аутсорсинговые услуги указывается пункт о том, что компания аутсорсера должна развивать свои технологии, к примеру, раз в полгода внедрять какие-то новинки или раз в год в обслуживающие процессы. Это очень интересно, это позволяет взять того аутсорсера, который хочет как раз не здесь, а сейчас заработать все минутно на типовом оказании услуг, а который действительно вкладывает и деньги, и время, и ресурсы в свое развитие. Ну, а здесь, с другой стороны, не может быть некого такого, ну, если не лукавства, то попытки, ну, давай так я по-другому сформулирую. Вот в поисках этого контракта, да, аутсорсер вынужден согласиться на мое предложение, потому что я действительно хочу, чтобы я развивался, и мой партнер развивался, и согласился он, ну, так, для галочки, что нужно тебе, чтобы я, ну, это вот сейчас на клининговые услуги посмотрел, что нужно тебе, чтобы я раз в полгода поменял, что там, швабру, да, на более какую-то, хорошо я это сделаю. Ну, мне нужно, чтобы раз в полгода у вас были идеи, как снизить цену, допустим, да, цена же должна снижаться, рынок конкурентный, и вы должны, если захотите, да, если захотите иметь контракт с большой компанией, постоянно предлагать те идеи, которые снижают себе стоимость, которые увеличивают эффективность, естественно. Понятно. Все дешевеет. Ну, то есть и по факту, да, это каждый, ну, условно говоря, полгода или каждый год отражается на стоимости нашего контракта. Разумеется. Да? Конечно. Я понял. Хорошо, давай дальше. О плюсах, Миша, о плюсах. Ну, пожалуй, основные плюсы проговорили. Естественно, это профессионализм. Да, естественно, если я не трачу свое время на то, что администрирую те процессы, которые мне не нужно администрировать, и ими занимаются профессионалы, то у меня не болит голова, это дешево, когда у меня увеличивается объем, это становится еще дешевле, и в этом случае этим занимаются профессионалы. Соответственно, мое качество услуг, которые я оказываю своему потребителю, своему клиенту, в комплексе значительно более высокое, и я значительно более конкурентирую. Я понял. Вот, кстати, по поводу профессионализма. Они профессионалы по определению, потому что они аутсорсеры, или все-таки я могу каким-то образом этот профессионализм сравнить, ну, как минимум, там, с несколькими компаниями, оказывающими одни и те же услуги? И где критерии этого профессионализма? Вот где мне, да, как, я не знаю, там, бизнесмену, который пытается привлечь аутсорсера, где эти критерии найти? Найти в приложении к договору, которое является регламентом выполнения работы. За какой срок выполняется какая работа и сколько она стоит? Элементарно можно сравнить. То есть этих двух позиций достаточно? Вполне. Есть отзывы, есть рекомендации. В любом случае это рынок, и на рынке покупатель голосует рублем. Соответственно, есть история компании, есть отзывы о компании, есть рекомендации других клиентов. И если выбираете профессионального аутсорсера, и вы обращаетесь не в 10 компаний, а действительно хотите заключить один контракт, который будет выгоден, и выбрать компанию, с которой вы будете расти, на это нужно потратить время. Подожди, в 10 компаний. Я могу одновременно обратиться в 10 компаний и заключить одновременно 10 договоров? Ну, знаете, бывает, да, я вот, допустим, если являюсь предпринимателем, и у меня есть страх заключать договор с одной компанией, то я могу... А откуда он этот страх? А потому что я не знаю, что там дальше. А-а-а. Потому что я думаю, что работает плохо или не получится. Да, как бы она меня не подвела, да, я перестраховываюсь. Да, я перестраховываюсь, я, допустим, распределяю объем. У меня есть 100% объема, 100 квадратных метров, которые мне нужно помыть. Например, да. Или 10 человек, которых мне нужно нанять. И я обращаюсь в 3 компании. Один нанимает одного, другой другого, сопровождая третий процесс. За границей практически так не делается. То есть если обращаются, то обращаются в одно кадровое агентство. А почему не делается? Опять о культуре бизнеса речь идет, да? Это не принято, это не этично или в чем проблема здесь? Почему за границей так не делается? Мне кажется, потому что там очень хорошо развита саморегуляция, саморегулирование. То есть есть ассоциации, если компания состоит в ассоциации, то это неформальная ассоциация, как у нас. О чем-то говорит, да? Это говорит о том, что компания, которая в ассоциации состоит, она действительно оказывает качественные услуги, которые соответствуют стандартам этой ассоциации. И перестраховываться здесь мне не нужно, да? Для меня этого достаточно. Конечно. Как вот мы сегодня буквально в новостях там некоторое время назад о рейтингах неких слушали, да? Вот понизили рейтинг еврозоны, да? И для всех, ну для инвесторов прежде всего это сигнал. Если бы о каком-то другом рейтинге шла речь, да, то мог бы никто на это не отрегировать, потому что, ну это пустая формальность была. Ну да. Так вот на Западе эти самые ассоциации все-таки это о чем-то говорит. Я понял. Хорошо, Миша, значит, мы сейчас еще раз прервемся, вновь послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим наш эфир. Последняя его часть, к сожалению, осталась у нас всего 12 минуточек, но тем не менее мы попытаемся еще о многом в течение этого времени поговорить. Я напомню, мы обсуждаем сегодня рынок аутсорсинга в России. Все-таки относительно, да, такая новая история в нашей действительности. В гостях у меня Михаил Сафронов, генеральный директор агентства недвижимости и офисы. Ну и для вас, уважаемые слушатели, если есть у вас желание присоединиться, задать вопросы или прокомментировать все, что происходит вокруг, для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код города 495. Либо можете написать свой вопрос на сайте, адрес которого финам.ФМ. Так, и, значит, пойдем мы дальше сейчас в нашем разговоре. Ну, наверное, есть смысл, может быть, в какие-то детали, да, в какие-то нюансы уже, так сказать, опуститься. Вопрос, я бы сказал, стратегический. Поговорили мы о том, что аутсорсинг относительно недавно появился в России, и, понятно, да, еще и страдают у нас, так сказать, с точки зрения культуры бизнеса, такой ментальная, что ли, да, такая позиция. И, в принципе, да, технологии, может, во многом еще не обкатаны в российской действительности. А в чем причина с точки зрения, смотри, с точки зрения самих бизнесменов, почему они с трудом, вот Оля, собственно, о своем примере рассказала, и все было достаточно очевидно. А другие с трудом все-таки заставляют себя обратиться к профессионалам, обратиться к аутсорсерам. В чем причина здесь, Миша, как ты думаешь? Ну, причина довольно-таки глубокая, да, вот в первую очередь, что я в этом вижу, и почему так медленно переходит рынок к профессиональному аутсорсингу. В первую очередь, конфиденциальность информации, да, то, что мы об этом говорили в самом начале, но поговорим подробнее, то, что действительно владельцы бизнеса боятся о том, что кто-то узнает там, что происходит в компании, либо финансовую часть. Хотя, как бы это было ни странно, бухгалтерия, это то, что с огромной радостью отдают на аутсорсинг, почему-то забывают, что здесь действительно есть основные риски. Конечно, конечно. Передают IT-сферу. Если это сложные проекты по интеграции, да, то тоже очень боятся передать из-за того, что будет раскрыта информация какая-то, да, которая является конфиденциальной в компании. Не секрет, что у нас в нашем рынке серая бухгалтерия, белая бухгалтерия, черная. И когда человек находится в компании, сотрудник, к примеру, IT-специалист, то вроде как на него есть рычаги воздействия, его можно контролировать, уволить, дать премию, то есть мотивировать финансовыми инструментами. И если это сотрудник другой компании, то есть риск утечки информации, действительно он есть, это одна из причин, по которой развивается аутсорсинг медленно, переход к аутсорсингу. Ну и, кстати, опять, да, развивается он медленно, почему? Потому что и вот этот перечень твой, потому что есть у нас, да, белая бухгалтерия, серая бухгалтерия, черная. Я не хочу, естественно, да, об этом всем рассказать, а поскольку человек со стороны пришел, то вот есть такая возможность, об этом кто-то думает. Да, еще одна причина в том, что, ну, действительно, объективно, у нас очень в России низкая и производительность труда, и низкая эффективность компании. И это, честно, связано с переходом на аутсорсинг или с непереходом на аутсорсинг. Зачастую предприниматели забывают, что в компании есть основной процесс, который компания выполняет, основная задача и ядро бизнеса, и они начинают вовлекаться вот в разные процессы вспомогательные. При этом, может быть, есть... То есть сама компания, да, вовлекается вспомогательные процессы. Да, нанимает персонал, который, по сути, нет необходимости содержать в компании, эти функции можно саутсорсить. Здесь либо, действительно, это страхи потерять контроль над чем-то и желание все контролировать, либо же это боязнь того, что будет низкое качество услуг, либо же это просто, ну, вот, знаете, ментальность бизнеса, да, все-таки вот хочу контролировать все. Вот это вот мой бизнес, и я здесь хочу знать все процессы. Я здесь хозяин? Да, я здесь хозяин от производства до вот там того уборщика, который у нас в штате, на который я могу влиять. Может быть, это там жажда власти какая-то у владельцев компании. Не знаю, но существует такая ментальность, да. Нет, вполне логично, да, если мы говорим опять о ментальных каких-то вещах, то вполне логично. Это, кстати, на мой взгляд, все-таки парадоксально. Я, ну, в отношении даже того же уборщика, да, я его контролирую вплоть до того, что сам лично там проверяю качество уборки, да, пальцем вот так вот ежедневно. Я то же самое могу сделать с аутсорсиями, правильно, так же тоже точно ходить и проверять, есть пыль или нет пыли. А если она есть, я подойду непосредственно к исполнителю, а то даже лучше позвоню, да, к его начальнику и выскажусь по этому поводу. Да, это правильно, это такой эффективный процесс, когда при принятии решений в бизнесе существуют цифры, да, если по цифрам выгодно, решение принимается, если по цифрам невыгодно, решение не принимается. Но очень часто в бизнесе принимается решение, нравится оно или не нравится руководителю. И, конечно, нравится, когда есть власть, допустим, многим руководителям над всеми процессами в компании, это здорово, это человек чувствует свою значимость, чувствует власть над всем, что происходит в компании. Смотри, а это все-таки болезнь роста некая, или это, опять можно говорить о специфике той или иной геополитической территории? Да, скорее второе. Второе, все же, да? Скорее, это не болезнь роста, потому что болезнь роста, она связана с цифрами, с расчетами, с экономикой. Как распределяются затраты, где ниже себестоимость, где выше, в какие моменты, это больше психологический фактор российского предпринимательства, к сожалению. Именно российского предпринимательства? Да. Хорошо, смотри, еще один момент. Мы в последнее время очень часто, и причем даже не принципиально, о чем идет речь, очень часто употребляем термин инновационный. И в попытках обозвать этим термином что-то, может быть, не относящееся к этому, иногда оказывается неловкость ситуации. Вот с точки зрения этого самого аутсорсинга, может быть, он по сути самый инновационный, если сравнивать с тем, что было лет пять назад, когда мы, ну вот, то, о чем мы говорили, и в принципе не знали, что это такое. Или внутри этого бизнеса аутсорсинг есть какие-то вещи, которые можно сейчас назвать инновационными? Олег, я думаю, это зависит от сферы приложения. Все же. Да, от сферы рынка. То есть, если это IT-услуги, то, безусловно, это может быть инновационным аутсорсингом. Если это клининговые услуги или услуги по перевозке, курьерские службы, ну, вряд ли там может быть какой-то инновационный аутсорсинг. Если там, может быть, какие-то есть разработки, да, ноу-хау, не могу точно сказать. Я понимаю, да, ну, просто вот именно порассуждать, инновации в сфере аутсорсинга, она связана непосредственно с теми услугами, о которых идет речь, да, или все-таки вот сам... На мой взгляд, с рынком, связано с тем, какая сфера деятельности у этого аутсорсера. Я понял. Хорошо, ну, и осталось у нас немножко времени, три с небольшим минутки. Давай все-таки помечтаем о том, что будет в ближайшем будущем в России и, может быть, даже за ее пределами. Все-таки за аутсорсингом будущее, как ты думаешь? Я думаю, что да. Я надеюсь, я думаю, что действительно через несколько лет больше и больше число компаний будет использовать аутсорсинг. Качество услуг будет расти, потому что аутсорсинг – это тот же самый рынок, да, когда оказывается услуга. И когда ты на рынке, то покупатель, как я говорил, голосует рублем. И для того, чтобы выбрали этого аутсорсера, у него должны быть более низкие цены, цена должна постоянно снижаться, качество услуг должно постоянно расти, производительность труда повышаться, и, в общем, это влияет на экономику. Ну, это логично. Смотри, вот я подумал о том, что ведь снижающаяся цену, берем нескольких, да, в ряду конкурентов. Вот я выбираю из числа пяти компаний, да, с кем бы, собственно, заключить договор. Сравнивая по тем параметрам, которые ты говоришь, цена, качество. Качество мне сложно понять еще, потому что опыта не было, работы с ним. А на ценник я посмотрел и выбрал, ну, наиболее низкую. Это не всегда ведь заканчивается высоким качеством. Ну, то есть некий демпинг в данном случае, недобросовестная конкуренция или что-то из этой отрасли может присутствовать на этом рынке? Да, конечно. Как на любом другом. Добросовестный рынок, на нем есть добросовестные исполнители услуги, которые качественно исполняют услуги. Есть недобросовестные, которые берут предоплату и ничего не делают, допустим. Есть компании с историей, есть западные компании, которые известны по всему миру и они открываются в России. Они, кстати, по определению уже, да, наверняка? Да, в основном это большие компании, которых интересуют большие контракты, то есть в них очень часто, очень редко в этих компаниях можно встретить именно услуги для малого бизнеса, то есть все-таки это для среднего. Ну, они сами просто не ориентируются на малый бизнес. Да, они очень редко ориентируются на малый бизнес, они ориентируются на средний бизнес. И, конечно, доля аутсорсинга в среднем бизнесе, она существенно превышает долю аутсорсинга в малом бизнесе, потому что культура предпринимательства, опять же. Культура предпринимается. Ну и, наверное, опять речь должна идти о том, что задачи, бизнес-задачи, которые я могу отдать на аутсорсинг, не такие глобальные, чтобы заинтересовать кого-то из партнеров. В больших компаниях есть структура и есть процессы, которые работают. Есть люди, которые делают эти процессы. Если одного человека нет, то всегда есть, кто заменит. А малый бизнес, предприниматель сам счет выписал и товар доставил. Вот я подумал о том, что это такой забавный аутсорсинг, когда мне нужно, Оля рассказывал в том числе, мне нужен бухгалтер, мне нужен айтишник, мне нужен охранник, мне нужна уборщица. И все это в лице одного сотрудника я могу найти. Вот такой забавный аутсорсинг. Но это, видимо, уже из неких исторических реалий отечественной действительности. Сейчас все же, наверное, не так. Ну да, это переходный этап. Переходный этап. Конечно. Я понял. Хорошо. Итак, друзья мои, давайте я буду закругляться. Миша, спасибо огромное тебе. Кстати, я хочу подчеркнуть, да, Михаил Сафрон, генеральный директор агентства недвижимости офиса, но большой специалист в области аутсорсинга, как оказалось. Спасибо. Спасибо, Миша. А уважаемые слушатели, значит, я напоминаю для вас еще раз. Мы сегодня обсудили рынок аутсорсинга в России. В гостях у меня был Михаил Сафронов, генеральный директор агентства недвижимости офиса. Огромное спасибо нашей слушательности Ольге. Все-таки два раза она задала вопрос и прокомментировала. Ну и самое приятное в этой ситуации было понять, что мы находим живую связь с нашими слушателями. Это здорово. Спасибо, уважаемые слушатели. Успехов в бизнесе. До свидания.